На сегодняшний день, подчисляя проблемы медицинской помощи, больным с онкологическими заболеваниями, конечно же, мы структурируем по уровням оказанной медицинской помощи и кратко позволю себе пробежать по основным этапам. Вопросы выявления онкологических заболеваний, конечно же, регламентируются и в большей степени реализуются в рамках программы дистанциализации. Мы знаем, что чуть больше года назад новый приказ был сделан, поэтому в самое ближайшее время, я думаю, мы считаем, что необходимо будет проанализировать результаты реализации этого приказа и рассмотреть возможность совершенствования его. На сегодняшний день то, что можно точно сказать, что не хватает достаточных инструментов мониторинга, мониторинга такого, который был бы для онкологов более объективным. Это и вопрос 131 формы отчетности и многие другие инструменты, которые позволят более объективно и селективно мониторировать вопросы скрининга злокачественного образования, которые осуществляются в рамках программы дистанциализации. Второй раздел — это вопросы первичной медико-санитарной помощи. Мы его считаем на сегодняшний день наиболее актуальным и проблемным, поэтому продолжение доклада будет в большей степени посвящено именно этому разделу. Почему именно? Потому что специализированная медицинская помощь все-таки более-менее она уже сформируется. Первый год реализации физиального проекта позади, уже полтора года на сегодняшний день. Там мы имеем дело по данным 2019 года около 800 тысяч больных и 2,4 миллиона госпитализации. Все-таки ресурсное обеспечение региональных учреждений тоже она была ориентирована за счет федерального проекта. Форум практически, вот мы знаем, что большая часть программы она ориентирована на методиках, современных методов лечения, охватывающих все разделы. Поэтому постараемся больше основной акцент делать все-таки на вопросах первичной медико-санитарной помощи. Имеются проблемы маршрутизации онкологических больных, мониторинга качества и доступности медицинской помощи, в том числе применения современных технологий. Но тут я считаю, что в ближайшее время новый порядок, который на этапе уже финишный такой прямой, он внесет определенные уже новые изменения, которые позволят структурировать онкологическую помощь на всех его уровнях оказания. Создание референс-центров тоже как один из мероприятий федерального проекта позволит нам усилить и прикрывать те слабые места онкологической помощи, которые на сегодняшний день имеются. И тут, конечно, незаменима роль тех национальных медицинских исследовательских центров, которые участвуют в проекте референс-центров. Значит, расширение возможностей медицинских технологий. На фоне пандемии ковидом мы увидели действительно его роль. По нашему центру полтора, почти два раза увеличилось количество этих консультаций, и мы видим серьезную перспективу на будущем применении этой опции. Применение, значит, ВИМИС и развитие информационных технологий действительно. На следующий день идет второй этап начала проекта ВИМИС. Все-таки полтора года прошло, как его запуска. Это создание вертикально интегрированной медицинской информационной системы. Но хочется тут отметить, что на данном этапе, завершение очередного этапа разработки этого продукта, продукт подразумевает всего лишь пилотные четыре региона и всего лишь по одной нозологии рака молочной железы. Поэтому каких-то глобальных изменений, вот на сегодняшний день мы демонстрировать, конечно, не планируем, это не предполагалось. Другое дело, что в самое ближайшее время то та модель, та разработанная конструкция этого продукта, которая есть, будет дальше усовершенствована. И к концу 2021-2022 года уже мы увидим его применение на всей системе оказания медицинской помощи и по всем нозологиям. Значит, позвольте все-таки коснуться достаточно такой проблемной и, на наш взгляд, сложной теме оказания, ну, центра, организации Центра амбулаторно-онкологической помощи. Почему именно его называем? Потому что это ключевой населедичный элемент, располагающийся между вопросами выявления онкологических заболеваний и между началом специализированной помощью. Это тот раздел, который не только он проблемный, он имеет, вот, результат реализации в первый год проекта федерального нам показал, что имеются еще необозначенные вопросы, ну, проблемы, ну, ответы. И мы бы хотели, чтобы вы обратили ваше внимание. Значит, основное организационное преимущество – это, естественно, стационарное замещение было, приближение к месту жительства и концентрация в одном месте всех методов диагностики для онкологического больного. Косвенно, конечно же, это должно было повышать качество диагностики и лечения, если мы говорим о лечении в условиях неного стационара. Принципиальным показателем – это качество диагностики и лечения. И в целом ЦАОП состоит из четырех основных блоков. Не буду останавливаться, детали изложены в презентации, поэтому перейдем к консультативному блоку. Консультативный блок – это врач-онколог, работа врача-онколога. И мы видим, что первичный онкокабинет до момента открытия ЦАОП представлял себе норматив 1 на 25 тысяч населения. Причем этот норматив был неукомплектован специалистами, больше 40% неукомплектован было. Это до момента начала реализации ЦАОП. При этом в новом приказе, в тех изменениях, которые в прошлом году были сделаны, ЦАОП также имеют норматив 1 на 25 тысяч населения. Функционалы первичного онкологического кабинета и врача-онколога в ЦАОП, они отмечаются на самом деле достаточно значительно. Есть отдельные у нас пилотные примеры, где была организация кабинета работы врача-онколога на сегодняшний день 1 на 40 тысяч населения. При правильной логистике, при правильных направлениях в этот кабинет, при правильной организации работы первичного звена позволяют обеспечить вот такой норматив, полноценную и беспрепятственное попадание пациента к врачу-онкологу. Основные причины перегруженности онкологических кабинетов на сегодня, анализируя достаточно большой перечень регионов и работу в первичном звене. Это необоснованные явки, как результат организационных проблем чаще всего, причем как со стороны терапевтического звена, так и со стороны организации этих кабинетов, работы кабинетов. Вопросы компетенции специалистов. Почему? Потому что мы сталкивались с теми случаями, когда из-за недостаточной компетенции врачу приходится необоснованно назначать определенные диагностические исследования, которые также затягивают время исследования и загружают за счет повторных явок работу врача-онку. Выделенная оплата за посещение обращения тоже косвенно может инициировать нагрузку на этих кабинетах, потому что, естественно, вопросы финансирования, они напрямую коррелируют с количеством явок пациента. Низ-вервый информатизация тоже усложняет скорость и время приема пациента, который является тоже одним из ключевых причин по загрузке кабинета. Что мы видим на сегодняшний день? Вот эта большая система, структура первичной медико-санитарной помощи в части консультации. Вроде бы, когда общаются онкологи, мы понимаем, что есть ПОК, есть Центр амбулаторно-онкологической помощи, должна быть преемственность, есть региональный онкологический диспансер. Но при этом параллельно мы видим, что на сегодняшний день пациент может и напрямую попасть, сложно, но попасть в региональный диспансер, и даже в федеральные центры приходится нам принимать пациентов в обход всей этой вертикали. И в тех местах, где есть первичный онкологический кабинет, недостаточно они свою эту функцию выполняют, никаких элементов маршрутизаторов получаются. Центр амбулаторно-онкологический, какая-то хаотичность. Поэтому, конечно же, вот ключевые два вопроса, которые мы ставим, какие ПОК станут ненужными к концу завершения проектов организации ЦАОП в 2024 году. Потому что есть представление, что все вновь созданные центры амбулаторно-онкологической помощи должны прикрыть всю территорию. Естественно, потихонечку роль первичных онкологических кабинетов станет ненужной. Но мы точно также знаем, что в некоторых территориях невозможно обеспечить работу только ЦАОП, и прикрыть все, поскольку вопрос доступности территориального расположения не позволит полностью убрать или ликвидировать первичный онкокабинет. Вот четкого понимания для многих регионов, когда мы анализировали их региональных программ, вот это не представляется. Значит, завершая вопрос консультативного вот этого блока, есть риски консультативной помощи, то есть создавая сапу, мы во многом дублируем и получаем существенный псевдодефицит онкологов в первичном звене. То есть мы изначально начали с того, что 1 на 25 тысяч, может быть, даже немножко устаревший норматив, но по ряду расчетов, представляется, идет дублирование. И почему? Потому что мы не знаем, какие первичные кабинеты придется ликвидировать. Предложение – это пересмотреть нормативы как для первичных онкокабинетов, так и для диспансеров региональных. Установить в новом порядке медико-экономически, клинически обоснованные показатели. То есть этот норматив должен быть правильно, грамотно рассчитан с учетом современных реалий. и дифференцировать нормативы времени приема одного больного. Например, вот мы знаем, что на практике первичный прием, он естественно должен быть большим. Повторный прием иногда, ну, чаще всего не требует длительного осмотра и пребывания пациента в кабинете. Есть масса случаев, когда пациент заходит, мы принимаем для того, чтобы закрыть листок нейтраспособности, который занимает 5 минут. Вот новые подходы необходимо заново пересмотреть, рассчитать. Почему? Потому что на практике, справа уже показано, что есть примеры такой реализации. При эффективной работе, на сегодняшний день, при 60-ти процентной укомплектованности, у нас первая явка к онкологу может занять от нуля до одного. То есть на практике, если это возможно, значит, есть проблемы с расчетами и с организационными вопросами. Следующий ключевой элемент Центра в амбулаторно-онкологической помощи это диагностические. Ключевая задача концентрации всех методов диагностики в одном месте это добиться, обеспечить качественную диагностику за счет высокого уровня компетенции специалистов на фоне повышения пациентопотока и за счет оснащенности, которую мы должны там иметь. И тем самым сокращать еще обеспечение сроков диагностики. Вот мы сделали простой анализ. Пациентам, которые гастролизировались в Национальный центр Блохина, был задан вопрос и проанализированы аналитические данные. Какое количество в среднем исследований приходится делать? Вот мы смотрели, и средний показатель коэффициента повторяемости вы видите на экране. Особенно чревато, на наш взгляд, и вызывает настороженность, когда по гастроскопии, по биопсии у нас коэффициент повторяемости 1,6. Это, естественно, прямой индикатор того, что на сегодняшний день в регионах, на уровне центральных районных больниц, чаще районных больниц, малых медицинских организаций, качество диагностических исследований вызывает серьезные вопросы и тревогу. Вот мы анализировали, почему это качество, на какие причины могут привести к снижению этого качества, потому что последнее звено Национальный центр, региональный диспансер напрямую чувствует это на себя. Они приходится переповторять, дублировать некоторые исследования. И мы посмотрели, что вот с одной стороны норматив ЦАО, это 1 на 50 тысяч населения, да, можем открыть. Но при этом мы смотрим Центр амбулаторно-онкологической помощи, который должен прикрыть 200 тысяч человек. Мы учитываем в том числе, что эти кабинеты должны еще заниматься диагностикой не только онкологических больниц. И вы смотрите, КТ-кабинет в одну смену достаточна его загрузка на половину времени. Ленинологический кабинет 10% рабочего времени, маммографический кабинет 30-45%, эндоскопические кабинеты 50-70% времени. Это о чем говорит? Что если ЦАО будет прикрывать 200 тысяч населения, он полноценно, имея по одному кабинету, не отделение, которое тоже во многих местах организовано, может обеспечить должную и качественную диагностику? Тогда вопрос, если мы организовываем ЦАОП на 50 или на 100 тысяч населения, насколько будет недозагружено и косвенно, в том числе и элемент качества оказания медицинской помощи? Какие аргументы приводят против этой позиции? То есть мы приходим к тому, что и медицинским показаниям, и экономическим эффективнее не менее 100-150 тысяч человек, чтобы функционировал ЦАОП, а вообще оптимальные 200 тысяч человек. Есть аргумент тоже, который имеет под собой обоснование. Снижается территориальная доступность. То есть концентрировать ЦАОПы в одно место, мы сразу снижаем территориальную доступность. И ЦАОП – это ключевой показатель федерального проекта, который тоже сильно особо изменить и корректировать сейчас не будет возможно. Вот есть объяснение такое, что обеспечение псевдодоступности так называемой лечет еще к худшим проблемам. Почему? Потому что пациент повторно обследуется в онкодиспансерах или тех же национальных центрах. Это приводит к увеличению сроков диагностики. Создает излишнюю нагрузку на все ресурсное обеспечение. И кадровое, и оснащение. Излишнее оснащение. Более того, мы сейчас видим шквал писем из регионов, которые пытаются корректировать, предлагают корректировать, менять ЦАОПы. Все упираются в том, что оснащение этих ЦАОПов сейчас лежит на бремя регионов. И мы это тоже понимаем. В тех случаях, когда повтор не выполняется, потому что не всем пациентам приходится выполнять, просто доверяют тому исследованию, которое сделано так называемым малым ЦАОПом. В этих случаях, естественно, будет снижаться качество исследования. На основании этих исследований приходится принимать решение о лечении. Лечим, что тоже посленно может повлиять на ключевой показатель федерального проекта. И прошу обратить внимание, что весь доклад и вся конструкция — это больше вопросы, которые, скорее всего, придется совместно в последующем нам обсудить, дабы найти более оптимальное и правильное решение. Значит, лечебный блок Центра амбулаторной помощи. Вот третий раздел. Он ключевой, и на него делается тоже очень много ставок и очень много говорим. И действительно, это прорывной механизм, когда, развивая вот сети дневных стационаров ЦАОПов, мы обеспечиваем серьезным образом стационар замещения в таком сложном разделе, как оказание противопухолей и лекарственной терапии. Так вот, на сегодняшний день мы имеем 600 схем. Более 150 международных наименований и 200-200 форм выпусков. Вот ЦАОП 50 тысяч обслуживаемого населения по программе госгарантии вот 2020 года — это 300 случаев госпитализации дневной стационар. Вот берем классический ЦАОП, где Йорлицо — это центральная районная больница. Они организовали дневной стационар обслуживать 50 или 100 тысяч населения. Вот модель заявки для полноценного планирования лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара, тут понятно, по этическим соображениям мы не приводим название препарата, но если собрать полноценную заявку и планировать работу этого дневного стационара как юрлицу отдельному, вот смотрите, первые 59 позиций требуют не более 10 упаковок за единицу. Дальше идет 30 упаковок. И больше 30 упаковок — это всего лишь последние 25% от наименований. О чем это говорит? Что, естественно, руководитель медорганизации он никогда не будет планировать и приобретать заблаговременных препаратов количеством меньше 10 упаковок, дабы мы понимаем, что есть риски, а его не используем в силу незначительного количества этих больных. К чему это приводит? Что ЦИО по обслуживающим малонаселиям подвержено ограничению лекарственного обеспечения. Этим можно объяснить существенное отличие в количестве применяемых схем. Фонд все время докладывает, что диапазон схем, разновидность, естественно, в областных учреждениях, в широкопрофильных учреждениях он больше. Да почему? Потому что они обслуживают больше, и они больше могут планировать, у них шире эта линейка. Во многих областных краевых и центрах, диспансеров искусственно закрывают или уменьшают мощность имеющих дневного стационара, чтобы в том же городе открыть дневной стационар. Для нас пока это не очень понятно. Почему это делается? Потому что классический субъект, областной диспансер есть, у него дневной стационар полностью обеспечивает функции стационар-замещения и для областного центра, и для населенных пунктов радиусом, допустим, 30 километров. Но поскольку в этом городе нужно организовать САО, приходится там развивать дневной стационар, естественно, отдавая объемы и организационные мощности областного диспансера. А мы с вами знаем, что в крупных учреждениях это более качественно и правильно делается. Сохраняется и сугубляется вопрос кадрового обеспечения, потому что новых врачей мы не можем быстро готовить, особенно химиотерапевтов, которые нужны для дневных стационаров. И приходится этим же областным учреждениям отпочковывать своих специалистов. Либо вторая опция. Мы получаем в САОПах в некоторых регионах быстро подготовленные за 3-4 месяца онкологи. И тоже мы понимаем, о каких специалистов и уровнях компетенции может быть. Нужно ли это? Абсолютно мы считаем, что не нужно, потому что если диспансер регионального учреждения прикрывает потребность в дневном стационаре, зачем в этих САОПах эти дневные стационары организовать, лишь потому что они там должны быть? Мы же с вами вместе придумываем эти правила, поэтому есть возможность их своевременно исправить. Во многих крупных субъектах с низкой плотностью обратная проблема. Созданный САОП не могут обеспечить доступность в силу территориальных особенностей. То есть САОП делается вроде бы для доступности, но если прикрывает этот САОП 50-100 тысяч населения, есть территории Якутия, Красноярский край. Где-то САОП в любом случае для того, чтобы 50-100 тысяч населения обслуживал, отдаленная точка 200-300-400 километров. О каком стационаре замещения может идти речь на таких расстояниях? Поэтому это, конечно, требует новых организационных решений. Мы сейчас не говорим именно о каких. Как решается на сегодняшний день эта проблема? Что делают? Вот САОПы организовали, им же надо отчитаться. Используют механизмы срочной закупки, что, естественно, по стоимости будет дороже и менее эффективно будет расходоваться. Имеются примеры заимствования, что категорически, естественно, недопустимо. Больные из САОП маршетизируются диспансером. То есть то, от чего мы пытаемся избавляться, оно происходит ровно так же. Или же другая опция. Из-за того, что нет данного препарата, приходится менять препарат, делать консилиум, и, естественно, пациент получает не то лечение, которое хотелось. При наличии финансового обеспечения самое плохое. Поэтому как вариант решения на обсуждение, это не окончательно наш вердикт, но, тем не менее, в новом порядке дать возможность организовать САОПы без дневного стационара и организовать дневной стационар без необходимости создания САОП, что позволит более гибко планировать функционирование. Потому что обязательность внутри САОПа иметь дневной стационар, он сильно вызывает те проблемы, о которых я сказал. Допустить возможность организации дневных стационаров на базе городских, районных больниц, как филиологии спонсера. Примеры таких регионов есть. Они работают. Потому что если этот дневной стационар является филиалом крупного учреждения, это единая аптека, одно юрлицо, штат специалистов, естественно, более правильно и качественно работает она. Спасибо за внимание. Еще раз повторяю, вот позиция главного специалиста. Мы перечислили ряд проблем, многие из них будут на форуме обсуждаться. Вот мы посвятили вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи как наиболее приоритетного и до конца еще, ну, правильно, еще не изученного. Спасибо. 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 Спасибо.